Друзья, всем привет! С вами магазин автозвука Studio Sun 52. У меня есть к вам вопрос. Как вы думаете, для чего нужны противотуманные фары? Для понта или для безопасности? Вообще, правильный ответ на этот вопрос для безопасности. Во-первых, они освещают вам обочину, подсвечивают неровности дороги. И, соответственно, делают то, для чего они предназначены изначально. Помогают вам передвигаться при густом тумане. Но почему бы и не попонтоваться, когда есть такая возможность, правильно? Правильно! И сегодня я вам презентую новые светодиодные противотуманные фары от компании Lightway. Это Lightway R8. С ними вы получите и безопасность, и кайфовый внешний вид автомобиля. И перед братишками вы не простволочитесь, поставив вот эти ПТФ. Lightway R8 это 3-дюймовая светодиодная линза с двумя режимами освещения. Ближний и дальний. То есть, по факту, это билет-модуль. Но главная особенность этого модуля то, что он обладает герметичным корпусом. Давайте мы на него взглянем. Таким образом она выглядит. Вот этот нам герметичный корпус позволяет ставить эти модули куда угодно. Хоть вниз фары, хоть, не знаю, в водный транспорт вы его можете поставить. Именно из-за этого герметичного корпуса их и называют противотуманные фары. То есть, их можно поставить в места, где есть воздействие агрессивной внешней среды. В вода, песок, грязь и так далее. Кстати, герметичность вот этой линзы мы с вами проверим в отдельном видео. Оно будет небольшое, коротенькое, но познавательное. И, ну, посмотрим, попадет в нее вода или нет. Стоимость Lightway R8 составляет всего лишь 8000 рублей. И это очень конкурентно способная цена за такого рода модельку. Корпус здесь сделан очень добротно. Очень плотно, очень качественно. Ничего не трясется. Он действительно водонепроницаемый. Туда никаких дырочек здесь лишних нет. По охлаждению мы здесь имеем очень мощный радиатор, который будет отводить тепло от этой линзы. В комплекте мы здесь имеем очки, которые надеваются на линзу и закрывают отверстие в бампере, если вы вырезаете вдруг. Также мы имеем здесь крепление. Несколько вариантов крепления. Это у нас универсальное крепление. Здесь вот на коробочке помечается. Есть варианты универсальные. Тойотовское крепление и крепление Nissan. Вот такое крепление это для автомобилей Toyota. И для автомобилей Nissan идет вот такое крепление. Оно, к сожалению, в коробку не помещается. Поэтому отдаемся клиенту и пусть сам дрочится со своим ебаным Nissan. Они поставляются отдельно. То есть, если вы будете приобретать R8 на автомобиле Nissan, не забывайте, в общем, брать вот эти вот крепления. Стоимость также всех моделей 8000 рублей за комплект вместе с креплениями. Также в комплекте идет у нас весь необходимый крепеж, чтобы закрепить эти модули. Сейчас мы с вами кратенько прям поговорим о характеристиках и пойдем на улицу светить. Но нам же самое главное понимать, насколько классно они светят. То, что они стоят дешево, мы уже разобрались. А насколько классно они светят, мы еще не видели. Цветовая температура 5800 кельвинов. Рабочая температура от минус 20 до плюс 100 градусов. Ну, соответственно, и при минус 30, при минус 40, так же все будет работать. Не переживайте. Рабочее напряжение от 9 вольт до 16 вольт. То есть, на грузовике, к сожалению, не подойдет. Мощность 40 ватт. Сейчас мы замерим это и проверим. Чип здесь у нас стоит один. Philips 3570. Термоконтроль здесь есть. То есть, что такое термоконтроль, если кто не знает. Это когда у нас идет сильный нагрев чипа в этой линзе. Происходит занижение мощности, чтобы не произошло перегрева. Вот и все. То есть, термоконтроль помогает вашим чипам жить намного дольше. Срок службы больше 50 часов. Световой поток 4-4500 люминов. Соответственно, ближний, дальний свет. И гарантия на эти модули 12 месяцев. Сейчас мы проверим заявленные характеристики. Итак, мы видим 28 ватт на ближнем свете. Сейчас мы откроем шторочку и увидим те цифры, которые заявлены на коробке. При включении дальнего света мы видим 38-40 ватт на старте. В принципе, характеристики заявленные соответствуют. Итак, ребят, пока мы не уехали, хочу рассказать вам про лампочки, которые стоят у нас здесь на столе. Это Lightway Altair. Новые светодиодные лампы от компании также Lightway, про которые мы забыли вам рассказать или просто не успели этого сделать. Это новые супер ультракомпактные светодиодные лампочки. При этом они супербюджетные. Вот таким образом они выглядят. Вы посмотрите, насколько это малыши. В чем плюс этих лампочек? Они влезут абсолютно в любую фару взамен галогена без всяких переходников. Они полностью повторяют размеры и полностью повторяют крепление галогеновых ламп. Поставляются они в циклях H7, H4 и H11. H7 и H11 по 1700 рублей за комплект. H4 2400 рублей за комплект. Характеристики данных ламп. Чип CSP1860, световой поток 2600 люмен, температура свечения 6000 кельвин, то есть холодно-белый свет и мощность 16 Вт. Да, эти лампы не супер яркие, но за свою цену и за свою компактность их стоит брать. И давайте мы ради интереса замерим сейчас одну лампу и подтвердим или опровергнем заявленную мощность. 16,5 Вт мы видим на старте. И вот так она ярко светит. Лампа действительно кайфовая. Если вам нужно просто без какого-то геморрой заменить лампочки, обращайте внимание на Lightway Altair. В общем, ребята, что я хотел сказать, скоро у нас наступает осень, на улице будете меть намного раньше. Я вам советую позаботиться о своей безопасности заранее. Приходите к нам за правильным автосветом. Мы вам все посоветуем, покажем, расскажем и, соответственно, посветим. А также у нас все это можно установить. Хватит болтать, погнали светить. Друзья, мы находимся на парковке. К сожалению, там все у нас перекрыто, где мы могли бы посверить на стену. На улице еще светло. Поэтому будем использовать те условия, которые у нас сейчас есть. R8 у меня находится в руках. А сейчас мы подключаем и светим в ту сторону. Тут более-менее темно. Хотя тут, в принципе, есть свет. И мы проверим вот в таких условиях, когда чуть-чуть темновато, посмотрим, как они светят. Так, оп, линзочка у меня в руках. Слушайте, она, ну, прям, прям ярко светит. То есть мы ставим ее, смотри, на уровне бампера переднего, грубо говоря. Ну, как против эту мангу. Настраиваем. И вот такой максимально далекий пучок мы имеем. То есть, смотрите, она светит прямо вот в метре от меня начинает светить. И далеко-далеко. По ширине это, конечно, не супер вал. Бывает и лучше. Но, ребят, цена 8 тысяч рублей. Камаз на смотрите. Столбы по бокам. Она, в принципе, все освещает. То есть, ну, ширина есть. В самую даль, там, до стены. Солка-то. Метров 70-80 есть, да, наверное. Ну, и вот до той стены она, в принципе, вообще без проблем достает. Так, и сейчас мы включаем дальний свет. И дальний, ребят, смотрите. Так, мы ставим также на этом уровне. Пучок, видите, где находится? То есть он на самую дальнюю стену светит. То есть, если у вас не хватает, допустим, ближнего, дальнего света, обычно, если вдруг стоит галоген, вы можете поставить такие линзы и подключить просто здесь дальний свет на дальний свет галогена. Вот такой дополнительный пучок вы получите при дальнем свете на трассе, допустим. Посвятим в самую даль туда. Ну что, короче, как-то так. 8 тысяч рублей и такой невероятно великолепный свет. Плюс еще, они являются герметичными, можно ставить в ПТФ, можно использовать как дальний свет дополнительный. Короче, классная вещь, берите, не пожалеете. Небольшое отступление. Следите за группой Lightway. У них через пару дней после этого видоса будет выложен конкурс, где вы сможете забрать один комплект вот таких вот светодиодных ПТФ. Ссылочки в описании. Спасибо всем за просмотр, ребят. За качественным светом вы знаете, куда обращаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok